Привет подписчики! Сегодня поварим чугун. Лопнул колон, короче, чугунный. Решил я его заварить. Дедовским методом, как говорится. Варить буду сварочным аппаратом Neon WD-163 на 90 амперах, так как я на шабашке до сих пор. Поэтому не он. Электроды LB52U 2.6 мм. Если вы собираетесь варить тиски или такие колонны, как у меня, то вам нужны электроды с базовым покрытием, то есть с основным покрытием. Вот я отметил, где буду отрезать. Ну, фаску буду делать, короче. Там прихватил немножко, чтобы она как-то держалась. А сверху буду делать фаску. Ну, не я, а слесарь будет делать фаску. Я ему отметил, где. И он сейчас отрежет. Вот так вот отрезал. Конечно, не супер, но пойдет. Заварим как-нибудь. А вот я уже прошел один проход. На опоры не смотрите, это я просто плохо почистил. Видите, да, цвет такой меди, короче. На самом шву цвет меди, видите. Ничего не лопнуло, все соединило, все хорошо. Прям все замечательно получилось. Я не знаю, как он в деле будет работать. То думаю, будет держать все. Я прям меди наматывал конкретно. Вот, видите, 90 А стоит. Электрод 2,6 диаметр. Вот, накрутил на электрод проволоку медную. Смотрите, как. Обычного провода накрутил. Мягкую, многожильную. И варил. Покажу, как варит. Кстати, видите, ЛБ-52. Кстати, варить, короче, это не на короткой дуге, а на длинной дуге надо варить. А то тухнет, короче. И заваривается, и все держит, я вам скажу, все нормально. Мне понравилось. Я первый раз варил так, по такому методу, с такими электродами. И заварилось, все, ничего не лопнуло, все держится, все отлично работает. Но перед работой обязательно, кстати, нужно его нагреть. Я грел вот с газового баллончика. То есть, колон этот нагрел сначала, а потом начал варить. Вот, смотрите. Это я уже заварил верхний стык. Видно, да, что там полоска меди, там где варил. Горячий, я его буду снимать лучше на земле. Вон, видите, полоска меди. Вот это все заварено. Ничего не лопнуло, все держит, все отлично. Мне понравилось. То есть, и вам советую, если у вас чугун где-то лопнул, тиски или еще что-то, наматывайте медь, варите, не бойтесь, все получится, все будет классно. Ампер побольше, электроды основные и папер. А это вторая щель, видите, да? Теперь ее надо заварить, короче. Сейчас также фаску делаю. Вот, подготовил электрод, уже полностью обмотал его медью. Смотрите, да, FB52U. FB52U. Отлично для этих целей. Ну вот, фаска уже готова. Не очень, конечно, зазор большой внизу получился. Ну, заплавил, короче. Вот я вам сейчас покажу, как оно варит. Как сама сварка происходит. Смотрите, вот он, этот электрод. Поджигается нормально. Просто надо дугу немножко оттягивать. То есть, на короткой дуге не получится. Надо оттягивать немного, чтобы медь плавилась хорошо. И электрод не тухнет. Смотрите, варится все замечательно, прекрасно. Электрод не тухнет, ничего, нормально все. Так что, если у вас такие проблемы возникли насчет чабуна, его можно варить. Видите как. Вот, прошелся. Посмотрите, видите, полосочка меди там, видно такая. Ну, все, пока. Сварщик с Кубани. Ставьте лайки.